Не можешь задонатить любимую игру или хочешь продать свой старый аккаунт, тогда тебе на playrock.com. Playrock.com это маркетплейс игровых товаров и услуг, где можно безопасно купить игровую валюту или приобрести аккаунт. Более 200 игры в приложении, регулярные скидки и всегда выгодные цены. Покупка происходит в пару кликов. Для начала переходите на сайт и регистрируйтесь через ВКонтакте или Гугл. Оплачивайте российской банковской картой или Киви. Ну и получайте товар в чате с продавцом. Достаточно простая форма оплаты и форма регистрации. Каждая сделка защищена, продавец не получит оплату, пока вы не подтвердите получение товара. А если вдруг возникнет проблема, круглосуточная поддержка всегда придет вам на помощь в любое время. Помимо того, что вы можете приобрести огромный ассортимент товаров, вы также можете зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. Playrock.com это более полумиллиона отзывов после покупки. Гарантия получения товара или возврат средств. Сотни тысяч игроков уже донатят через сайт playrock.com. Покупай и продавай игровые товары по выгодным ценам на playrock.com. Ссылка где? А ссылка в описании. Ну а если ты сейчас поставишь лайк и подпишешься на мой канал, то тебя будут преследовать удачей 10 лет. Ну а если не поставишь лайк и не подпишешься и не нажмешь на колокольчик, то ты будешь неудачником целых 10 лет. Поэтому подписывайся и ставь лайк. Спасибо. Здарова-здарова дорогие друзья, ты на канале Милан Фонг, а в этом видеоролике я тебе покажу новую лаву карту. Но перед началом видеоролика я хотел бы сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. Если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то тебе достаточно просто подписаться на канал, поставить лайкосик, написать топовые комментарии, трёх слов и более. Посмотреть видеоролик от начала и до конца. Ну и не забудь подписаться на телегу, всё достаточно просто, выполняй условия и попадай в мой следующий выпуск. В общем, не буду тянуть твоё время, приятного тебе просмотра. И вот мы уже в Милан Плейграунд, и просто посмотрите, как легко я и круто реализовал лава карту. В общем, просто посмотрите на эту интересную красивую текстуру. В общем, как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит. Мне кажется, я реально хорошо постарался. В общем, и как сделал я эту лава карту. Соответственно, её ни у кого не будет и не было никогда. Я нарисовал свою собственную текстуру. Затем я её встроил в Милан Плейграунд. Прописал хитбоксы. И тут меня поджидала проблема, которую я совсем не ожидал увидеть. Потому что в Милан Плейграунд нет хитбокса и текстуры, которая позволяла бы тебе добавить новую жидкость. То есть, путём редактирования старой жидкости. Есть вода, но она просто прописана как физика через код. А к коду я имею доступ, но не умею их правильно прописывать. И тут меня ожидала проблема, которую пришлось решать. И как, в принципе, я реализовал лаву карту. Мне пришлось выбрать текстуру, которая максимально будет походить на жидкость. То есть, естественно, она, допустим, как вы видите, она просто как, не знаю, как резина что ли. И да, я с помощью резины реализовал нашу лаву карту. Затем, когда я уже начал тестировать карту, я понял, что резина это не самый подходящий вариант. Просто потому, что когда я её поджигал, ну, то есть, вы понимаете, чтобы лава карта, то есть, лава текстура имела, в принципе, какие-то свойства лавы, нужно её поджигать. И так как это один цельный блок, и я её просто ставил внизу карты, мне пришлось ставить огнемёт слева снизу и как-то незаметно его устраивать, чтобы никто этого не заметил. И, в принципе, всё было прикольно, интересно и круто. В общем, что же я сделал? Я поменял хитбокс лавы с резины на обычный металл. И тогда при поджигании металла он начинал glow-эффект издавать, то есть, мало того, что текстура сама по себе похожа на текстуру лавы, так она ещё и, в принципе, светится как лава, что придаёт эффект, вот такой вот красивый реально эффект. Более того, когда приземляется мелон прямо на лаву, он начинает неистово гореть, то есть, всё, что соприкасается с лавой, тоже горит, как вы можете увидеть из геймплея. Затем я подумал, что странно, что никто не тонет в лаве, и подумал, может лучше всё-таки поставить Disable Collision для нашей лавы. Но тут меня ждал крах, потому что я забыл, что если ставить Disable Collision, тогда эта лава не будет, скажем так, убивать наших мелонов. И смотрите, что можно сделать в этой ситуации. Как это можно реализовать так, чтобы это было более-менее подходило на лаву, и мелон мог там тонуть, и, соответственно, внутри гореть. Нужно просто в самом низу поставить ещё одну текстуру, уменьшить её очень сильно, также поджечь. А для верхней текстуры поставить Disable Collision, то есть, для нижней Disable Collision отключить, а для верхней включить. И тогда у нас снизу будет хитбокс лавы, который будет максимально гореть и уничтожать наших мелонов. А сверху, то есть, на верхнем слое будет у нас обычная лава, которая будет просто выступать в роли невидимой текстуры. Вот как-то так я это реализовал. В общем, эта карта будет у меня в Телеграм-канале. Если вы хотите эту карту, пишите в комментариях. Если вы достаточно хорошо проголосуете, если я увижу активность под этим видеороликом, просмотры, лайки, комментарии, тогда я обязательно эту карту выложу, объясню, как, что делать, чтобы у вас получилось установить эту карту. Если вам понравится, то я доработаю эту карту, додумаю, возможно, даже покопаюсь в кодах игры и создам отдельный слот под эту карту на самой меню. Но это будет, если достаточная активность на канале пробудится на этом видеоролике. В общем, как-то так. На этом мой видеоролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, пиши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока и помню, дружище, как всегда, увидимся на днях. Субтитры создавал DimaTorzok